Всем привет! Вслед за Realme 7, обзор на который уже давненько есть на нашем канале, ко мне в руки попал Realme 7 Pro. Этот гаджет точно будет продаваться в нашей стране официально, а значит на него точно стоит обратить внимание всем тем, кому хочется новый бодрый китайфон за не сильно дорого и так, чтобы не Xiaomi. Приветствую всех на YouTube канале Firm.com, меня зовут Сергей Шихайлов. Давайте разбираться, что это за зверь такой. Погнали! Начнем с внешнего вида. Дизайн модели лично меня скорее радует, нежели наоборот. От смартфона не пахнет дешевизной, смотреть на него приятно. В руке устройство сидит комфортно. Сказать, что Realme 7 Pro как-то слишком лопатоподобен я не могу. Абсолютно стандартный по меркам дня сегодняшнего смартфон по сборке также нет вопросов. Сканер пальца в гаджете есть и расположен он под экраном. Работает стабильно и почти быстро. В принципе, как для среднебюджетного смартфона вполне ок. Распознавашка лица, которая фурычет на базе местной фронталки, также вполне себе рабочая. И вот она уже реально быстрая. Из приятного по корпусу отмечу наличие 3.5 миниджек. Любители проводных наушников ликуйте. Звук смартфона через наушники, если что, ничем не примечателен. Ни ругать, ни хвалить его особо не за что. По запасу громкости вопросов нет. Раз уж звук затронули, то держите и комментарии по динамикам. Во-первых, смартфон радует самим звуком. Он членораздельный, а не сбит в один комок. Плюс орет аппарат громко. Во-вторых, приятной особенностью является и то, что нижний мультимедийный спикер смартфона поет не в одиночестве. Ему подпевает разговорный. То есть, здесь у нас есть стереопара. Двигаемся дальше по корпусу. Следующая приятность. Лоток под карточки. Сюда можно поставить и две симки, и микро-SD. Правильно, православно, по-людски. А вот что в околокорпусной тематике не совсем по-людски, так это материал задника. Тут мы имеем пластик. Лично я к этому отношусь спокойно. Будь там даже стекло, я бы все равно носил этот гаджет в чехле. Благо, такой есть в комплекте. Конечно же, максимально простенький. Ну а если вы, драгоценные наши зрители, желаете выбрать себе что-то поинтереснее, я напомню вам про наших друзей из звуки.com.ua. Всегда большой выбор аксессуаров. Ссылка в описании. Корпус рассмотрели. Переходим к дисплею. Realme 7 Pro оснащен 6,4 дюймовой Super AMOLED панелью с разрешением 2400 на 1080 точек. Корректор цвета в системе есть. В целом, картинка радует глаз. Always On в девайсе также имеется. Настроек не так много, как в этих ваших Samsung'ах, но комфортные заготовки есть. Это хорошо. Что меня огорчило, так это отсутствие в настройках строки про подавление шим. Полагаю, в грядущих обновлениях это дело пофиксят. Пока лечить приходится костылями. Я юзаю бесплатные приложения с маркета по имени OLED Saver. Там все просто. Сами разберетесь. И да, это не реклама. Закрывая вопрос дисплея, крик души. Уважаемые китайцы, а куда пропали 90 Гц, как в Realme 6 Pro, который как бы предшественник этого смартфона? Вопрос скорее риторический, поэтому переходим к камере. Начнем с фронталки. Назвать продукты ее работы прямо вау, какими классными я не могу. Но, в общем, фотки с нее мне скорее нравятся, нежели нет. Основной блок камер позволяет создавать как снимки с классическим углом обзора, так и широкоугольные. Ну и, само собой, кадры с зумом. Конечно, на максимальном приближении нас ждет каша. Могло ли быть иначе? Фотки со сверхшироким углом также не балуют высокой детализации. Но на правах хайбуде... хайбуде. На основной модуль фотографировать не грех. Фотки балуют и по динамическому диапазону, и по покраске кадра, и по резкости. В целом, вполне рабочая камера. Если к ингредиентам вашего будущего инстаграм-шедевра добавите еще какой-нибудь снэпсид, скорее всего, результат будет вполне себе ок. Ночной режим в прошивке есть. Это хорошо. Сами фотки ок. И это тоже хорошо. Надеюсь, производитель запарится над обновами, и качество ночных фото вырастет еще сильнее. Видео мы пишем в 4К при 30 кадрах в секунду. Ролики получаются достаточно резкими, неперепаленными, и в целом очень приятными. Изредка камера умеренно шалит с переэкспонировкой. Стабилизация есть? Искренне рад, что в смартфонах среднебюджетного сегмента нормальная стабилизация встречается все чаще. Перед тем, как мы перейдем к железу, важная фраза. NFC в девайсе есть. Теперь об остальной начинке. Сердце гаджета Snapdragon 720G. За обработку графики отвечает Adreno 618. Оперативной памяти в нашем образце 8 гигабайта. Носитель насчитывает 128 гиг пространства. В бытовых задачах и интерфейсе смартфон показывает отличные результаты, как для средняка. Не тупит абсолютно ничего. Сложные игры тоже будут работать нормально. Те же танки отлично идут на 50-55 FPS на средних настройках. Хотите максималки? Морально готовьтесь к 20 кадрам в секунду спустя 2-3 катки. В принципе, как для этого железа, результат неплох и предсказуем. Любителям синтетики скрины в студию. Двигаемся дальше. Аккумулятор. Здесь установлена банка на 4500 мАч. От нее смартфон легко живет один день при практически любых нагрузках. Если игры и камера для вас не являются приоритетом в смартфоне, знайте, что на 2 дня автономной работы рассчитывать вы также можете. Скорость зарядки мы, конечно, засекли. Само собой, последние проценты наполняются дольше всего. Но это уже не должно никого удивлять. Перед выводами вопрос цены. Ориентировочный официальный прайс Realme 7 Pro в Украине 300 с небольшим долларов США. Да, традиционно заходим на e-каталог, у которого, кстати, появилась украиноязычная версия. И чекаем, какие еще нынче есть предложения примерно в этот же бюджет. Итак, за эти деньги как альтернативы доступны. Xiaomi Mi 10 Lite Mi Note, 10 Lite Galaxy A51, Galaxy A71, Realme 6 Pro. А также новые звезды в лице Poco X3 и Galaxy M51. В общем, да, варианты есть. Теперь выводы. Получился ли Realme 7 Pro идеальным смартфоном? Точно нет. Получился ли он приятным? 100% да. И поэтому к покупке я его рекомендовать могу. Вот эту мысль нужно застолбить. А касательно того, что мне думается в отношении этого смартфона, я скажу следующее. Смущает меня одно. Realme 7 Pro, который как бы должен был бы стать продолжателем традиций 6 Pro, как-то не совсем эти традиции продолжил. Стеклянный корпус исчез, и хоть новый дизайн мне в целом по душе, сказать, что он лучше предыдущего я не могу. Старый был ярче, пестрее и более запоминающимся. Учитывая, что Realme позиционирует себя как бренд для дерзкого молодняка, переход на более спокойный дизайн решение как минимум спорное. Помимо того, в сравнении с 6 Pro гаджет лишился одной из своих главных фишек 90-герцового экрана. Да и сама матрица тут теперь AMOLED, что опять-таки с радостью воспримут не все. Ну и последний странный момент, это железо. Оно такое же? Такое же, как и в 6 Pro. Это тот же Snapdragon 720G. То есть тут прогресса ноль. С другой стороны, в смартфон завезли подэкранный сканер, прикрутили Always-On Display, закинули АКБ чутка побольше, прокачали саму быструю зарядку, и теперь она тут на 65 Вт, а не на 30. Ну и в селфи-камеру докинули мегапикселей. Отныне их 32, а не 16. То есть изменения в хорошую сторону как бы тоже есть. В общем, Realme 7 Pro получился отменным смартфоном, но полноценным апгрейдом 6 Pro его назвать сложно. Такое ощущение, что это другая модель, просто чем-то малость на 6 Pro похожая. Но повторюсь, можно брать. На этом у меня все. С вами были Сергей Шихайлов и проект Ferum.com. Тыкаем лайки, подписываемся на канал, а также на наши социальные сети. И обязательно делимся этим роликом со своими друзьями. Это очень нам помогает. Спасибо всем и каждому, кто поддерживал нас донатами и на Patreon. Список действующих членов нашего Patreon-сообщества у вас перед глазами. Кто хочет присоединиться, ссылка и на донат, и на Patreon в описании. Спасибо, что смотрите. Пока.